Как сообщают исторические источники, 10 июня 404 года святитель Иоанн Златоуст, претерпевший гонения от властей, был отправлен во вторую и последнюю свою ссылку в отдалённое место в Армении, называемое Кукузом. Со слабым здоровьем он был переселён в суровый климат, постоянно терпел оскорбления от своих врагов. Но несокрушимая вера в промысел Божий и постоянная благодарность Господу сохраняли в нём твёрдость духа и помогали не впадать в уныние. Напротив, находясь в самых трудных обстоятельствах в своей жизни, святитель продолжал проповедовать среди местных жителей и писал для них уртешительные сочинения. Это сочинения сохранились до наших дней, но о них мы расскажем в другой раз. А сегодня мы представляем вашему вниманию более раннее произведение святителя, написанное им во время его диаконского служения. Оно называется «К стагирию подвижнику, одержимому демоном» или о том, как преодолеть скорбь и уныние. В основу этой книги, которая вышла в свет в издательстве «Сибирская благозвонница», легло нравственно-аскетическое произведение святителя Иоанна Златоуста «К стагирию». Как уже отмечалось ранее, оно было написано в то время, когда Златоуст был ещё диаконом, и было адресовано его другу, монаху, одолеваемому бесовскими нападениями. И касается оно темы страдания праведников, божьего промысла и злобы дьявола по отношению к христианам. Из жития святого известно, что диаконом он стал в начале 381 года. По словам Александра Павловича Лопухина, обязанности диакона в то время были весьма сложны. Кроме исполнения поручений епископа и служения в церкви, он должен был особенно заботиться о разных нуждах немощных и бедных христиан. Ему приходилось посещать больных и утешать умирающих, помогать бедным и изыскивать средства на их содержание. Должность трудная, требовавшая полного самоотвержения любви, но вместе с тем она была и превосходной школой для приготовления к высшему пастырскому служению. Служение диакона поставило Иоанна в среду действительной жизни и открыло перед его глазами мир, полный слез и страданий. Он увидел людей в их немощах, бедствиях, неправдах и пороках. Картина печальная, пишет Лопухин, но знакомство с ней было необходимо для него в предстоявшем ему служении. И она именно сделала из него того истинного пастыря и благотворителя страждущих, каким он стал впоследствии. С саном диаконства, по словам Лопухина, не соединялось церковное учительство, принадлежавшее пресвитерам. Да и сами обязанности этого, преимущественно благотворительного служения, не давали времени и возможности для такого учительства. Но не выступая со словесным учительством, Иоанн не оставлял учительства письменного. К данному периоду времени относятся несколько замечательных рассуждений святого отца, среди которых три слова к подвижнику Стагирию. Как говорится в предисловии этого сочинения, Стагирий происходил из знатного и богатого дома и был воспитан в правилах христианской веры. По благочестивому настроению своему он, отказавшись от богатства и мирских занятий в Антиохии, посвятил себя подвижнической жизни отшельников. Однако вскоре Стагирий по попущению Божию подвергся действию демона, беса или злого духа, и страдал припадками беснования, причинявшими ему такие мучения и такое душевное уныние, что он даже хотел лишить себя жизни. Святой Иоанн, узнав о бедственном состоянии Стагирии, с которым он находился в дружеских отношениях, желал доставить ему духовное утешение посредством письменных увещаний. Лично посетить друга он не мог по причине собственной болезни, постигшей его после подвига в пустыне, где подвижник пребывал до принятия дьяконского сана. В своих трёх посланиях дьякон Иоанн преподает другу своей юности и утешение в объявшем его унынии, доказав, что всё в человеческой жизни находится под видением промысла Божия. И потому всё направляется к лучшему, и именно к посрамлению исконного человека-ненавистника — дьявола. Златоуст стремился утешить своего друга и донести до него, что невольные страдания, в том числе нанесимые бесами, происходят не без божественного попущения и замысла, и побуждают подвергшихся им переносить их с терпением, мужеством и упованием на милость Божию, что, в свою очередь, ведёт человека ко спасению души в блаженной вечности и к святости. Святой Иоанн Златоуст показывает на многочисленных примерах из Священного Писания страдания праведников и их стойкость в этих страданиях, ставшую образцом для подражания всех страждущих христиан, и предлагает действенные способы борьбы со страстями, уныния и печали, которые, естественно, одолевают человека в разных обстоятельствах. Напомнив другу историю сотворения человека и его грехопадения, святитель Иоанн показывает, как много благ дал Господь Адаму, но тот не сумел сохранить данные ему дары, поддался на дьявольские уловки и был изнан из рая. С тех пор наложил Господь на человека подвиги и труды, с чем связаны, конечно, и определённые скорби. При этом святитель отмечает, что не только злым, но и добрым людям спасительно подвергаться уничижению и страданию. Об этом пишет святой Иоанн, пророк ещё говорит так. «Благо мне, Господи, яко смирил мессии, яко да научуся оправданием Твоим». И блаженный Павел, который столько просеял благодатью и превошёл человеческую природу, по словам святителя, имел нужду в этом благотворном средстве. Посему и он говорил, «Да дейся ми пакостник плоти, да ми пакости деят, да не превозношуся». «А семь трикраты Господа молих и речеми, давлей ти благодать моя, сила бы моя в немощи совершается». Хотя, размышляет златоуст, евангельская проповедь могла быть совершена и без гонений, без скорбей, без трудов и подвигов, однако Христос не восхотел этого, промышляя и о проповедниках. Поэтому и сказал им, «В мире скорб не будете». И желающий войти в Царство Небесное, Он повелел идти тесным путём, так как иначе невозможно его достигнуть. И так, отмечает святитель, скорби, искушения и все случающиеся с нами неприятности не менее радости доказывают Божие о нас попечения. Так, от слова к слову, используя примеры из Священного Писания, святитель в первом своём послании напоминает Стагирю о том, что Бог испытывает его известным образом не по отвращению и не по ненависти, а по особенной любви. Но так, как ты, пишет он другу во втором письме, по словам твоим очень сетуешь, и по другой причине, именно потому, что демон часто внушает тебе мысль погубить себя в море или пропасти, или прекратить настоящую жизнь каким-либо другим способом, то я хочу немного побеседовать и об этих помыслах. Всё далее сказанное святителем во втором слове, по его мнению, может потушить пламень уныния и расположить к благодушию. Но, пишет он в третьем послании, чтобы утешение было полнее, я решился прибавить тебе и это слово, наперёд предложив тебе следующий вопрос. Скажи мне, если бы кто призвал тебя на царство земное, и между тем тебе предстояло бы прежде, чем войдёшь в город и наденешь на себя венец, остановиться в гостинице, в которой и грязь, и дым, и шум от путешественников, и опасности от разбойников, и теснота, беспорядок великий? Неужели ты обратил бы внимание на эти неприятности, а не пренебрёг бы всеми ими, как ничтожными? Так не странно ли, что надеющийся обладать землею не смущается никакими встречающимися трудностями, одушевляясь надеждами на царствование, а призываемый на небеса падает духом и смущается при каждой случающихся с нами в этой гостинице неприятностей? Состояние здешней жизни нисколько не разнится от гостиницы и пребывания в постоялом доме. Это и желали выразить святые, называя себя странниками и пришельцами, и такими словами научая нас пренебрегать и удовольствиями, и неприятностями настоящей жизни, и отрешившись от земли, «всею душею прилепиться к небу». Далее святой автор на примере жизни святых показывает страгедию, что Бог испытывает нас для искупления наших грехов и более снисходителен к нам, чем мы сами. Прочитав эту книгу, читатель увидит, что во всех своих рассуждениях будущий святитель, а тогда просто диакон Иоанн, выступал строгим ревнителем телесной чистоты. В них содержится все, что только может служить к укреплению Духа в борьбе с искушениями плоти. В сане диакона святой Иоанн прослужил пять лет, после чего, как полезнейший деятель для церкви, был возведен в сан пресвитера. Как священник, а потом и как епископ, он был любим многими, но, сражаясь за чистоту веры православной, имел и много врагов. Сам он претерпел гонения и страдания, но его утешительный голос не умолкал при любых обстоятельствах. Как он звучит и со страниц этой книги, которая, по словам издателей, будет особенно полезна тем, кто находится в состоянии уныния и депрессии, чтобы достойно преодолеть эти тяжкие душевные недуги. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok